15 июня 2015 года стоялся финал 15 конкурса Мисс Русское Радио. Три недели девушки готовились к этому событию, но корону получила только одна. За пару дней до финала участниц конкурса ждал душесчипательный момент. Две красотки покинули проект в шаге от мечты всей своей жизни. Как говорится, на конкурсе красоты каждая сама за себя. Поэтому на финале Мисс Русское Радио девчонки лезли из кожи вон, чтобы показать свои лучшие стороны. Все девушки были очень красивые, элегантные и, как ни странно, ото всех приятно пахло. Они там все трясутся за сценой, стоят, нервничают, переживают. Поэтому не только успела увидеть, но и как-то их подбодрить. Там есть и высокие, и не очень, и чуть-чуть в теле, и совсем худышки. Поэтому мне интересно... В теле спрятана любовь. Поэтому я вот не знаю, какую в этом году выберут. Ведущими финала конкурса красоты стали виджей телеканала РУ-ТВ Нелли Ермолаева и ваш покорный слуга Иван Чуйков. А самая ответственная миссия в этот вечер упала на плечи членов жюри, среди которых звезды фэшн-индустрии и шоу-бизнеса. Скажите, чем конкурс Мисс Русское Радио отличается от других конкурсов красоты и в стране, и в мире? Наши участницы очень любят Русское Радио. Ну, помимо этого, они, конечно, красавицы, умницы. По традиции, председателем жюри стал генеральный директор русской медиагруппы Сергей Кожевников. Она красивая, стильная, я думаю, что у нее будет все хорошо. Она уже получает все прелести жизни сегодня и сейчас. И вот он, долгожданный момент, ради которого все и собрались. Во время объявления результатов пульс у красавиц участился, а их сердцебиение было слышно в зале. Итак, победительницей 15-го юбилейного конкурса красоты Мисс Русское Радио стало... Настя, я тебя поздравляю. Ты теперь обладательница звания Мисс Русское Радио. Вот что ты сейчас чувствуешь? Счастье. Я испытываю счастье. Я приехала за победой. Ты получила подарок автомобиль. Как ты доберешься до дома? Конечно, за рулем. На автомобиле до Владивостока неделя. Обладательницей звания 1-й и 2-й вице-мисс были буквально в шаге от победы. Но судьба улыбнулась Анастасия Пинчук из города Владивосток. Думаю, каждая девушка хотела быть первой и каждая этого достойна. Но жюри выбирали по различным критериям и победила действительно самая достойная. Кстати, победительница конкурса Мисс Русское Радио по традиции получила в подарок автомобиль. А вот остальным конкурсанткам придется возвращаться домой пешком.